Только в июлю планируют оздоровить около 30 тысяч юных сочинцев. Это более половины школьников города. На базе всех школ организованы лагеря летнего пребывания. Их посещают более 6 тысяч детей. Но основной акцент на работе детских площадок в жилых микрорайонах. В дни школьных каникул в городе работает более 130 активных площадок, где с детьми занимаются волонтёры и аниматоры. Но одной из популярных остаётся площадь перед администрацией города с фонтаном. Специальной площадки здесь нет, но в жару тут играет немало юных сочинцев. Поэтому сейчас власти города рассматривают возможность обустройства рядом специальной игровой зоны. Место уже выбрано, недалеко от площади флага. Проект в работе. Большую помощь в организации детского отдыха оказывают студенты-волонтёры. 134 доступных площадки, как и было за фонтаном, работают. Плюс сельские, конечно, и они все работают. Они проверяются, мониторинг проводится ежедневно. На сегодняшний день задействованы об этих по всех площадках. Ежедневно 3000 детей. Мы считаем каждый день эту цифру. Правда, есть районы, где работа детских игровых зон организована, по мнению властей, не на должном уровне. Например, в совхозе «Россия». Мэр требует срочно исправить ситуацию. Детки кричат, а вот закончится лето, эти волонтёры уйдут. Я говорю, да, они уйдут. Но у вас есть родители, которые тоже могут стать волонтёрами. И если они между собой распределяться, и один день, неделю один родитель, другой день. То есть, это тоже такая вот практика, которую мы должны людям внушить. На будущей неделе запланировано расширенное совещание с участием глав всех сельских округов и представителей ТОСов, на котором будет дана оценка работе всех городских структур по организации летнего отдыха детей. Также в городе активно идёт подготовка к предстоящим выборам. Они пройдут в единый день голосования 13 сентября. Сочинцам предстоит выбирать губернатора края и депутатов городского собрания. На курорте будет организовано 219 избирательных участков. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.